Рёв моторов и скорость. Одно из главных событий для мотоспортсменов прошло на Камчатке. Воскресенье 25 августа выдалось по-настоящему жарким в краевой столице. В этот день состоялись международные соревнования по мотокроссу Кубок Сотружества. Мотопарк Камчатка собрал сотни зрителей и лучших гонщиков из 18 стран мира. А это более 80 человек. 57 спортсменов, а также механики и тренеры из России, Шри-Ланки, Швейцарии, Италии, Индии, Китая, Кореи, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. Абсолютно все представители всех стран, они в полном восторге благодарят организаторов за такой приём. Лучшие спортсмены могут сюда приехать в этот красивый отдалённый край. Благодаря такой огромной организации они могут увидеть, приехать, увидеть замечательную красоту региона и этот замечательный трек. Во время соревнований спортсменам предстояло пройти непростую трассу, наполненную сложными поворотами, препятствиями и трамплинами. От участников требовались максимальная концентрация и навыки управления мотоциклом. В мероприятие приняли участие сборные, представляющие несколько дальневосточных регионов. Конечно, не остались в стороне и камчатские спортсмены. Полуостров представили три сборные команды – номер один, номер два и команда «Мотопарк Камчатка». По итогам соревнований победила сборная России – Семён Рыбаков, Артемий Назаров и Сергей Прытов. «Выиграл старт в первом заезде, во втором заезде уехал вторым за Евгением Бобрышевым. Поначалу старался зацепиться за ними, хорошо, в принципе, держался, хороший темп взял во втором особенно заезде. В первом так особо не пошло, потому что грунт вулканический, специфичный, он очень скользкий, к нему всё-таки надо привыкать. И поэтому за первый заезд я прикатался, а во втором заезде было уже полегче. Поэтому показал хорошую езду в целом». Призёрами Кубка Содружества стали сборная Молдовы, вторая ступень пьедестала и команда Белоруссии на третьем месте. «Трасса очень интересная, на самом деле. Хотелось бы по ней покататься, когда сухой грунт, чтобы почувствовать всю скорость, все элементы. Мне очень понравилась визуально она. То есть, помахивает на мир. Я был на трассе, не блоком, много страниц и выступал. Трасса очень интересная, хорошая. И грунт вообще просто очень близкий». На соревнованиях выступили и несколько команд из регионов России. Среди них был отдельный зачёт. Награды за первое место получила команда «Юность», в которую вошли гонщики из Москвы, Каменск-Уральска и Краснодара. Второе место досталось сборной Приморского края «Приморье». Третье место у камчатской команды – сборной «Мотопарк Камчатка». Также российские спортсмены показали отличные результаты и в личном зачёте. В классе МХ1 250 кубических сантиметров победил Евгений Бобрышев, представляющий сборную Камчатского края номер один. На втором месте Александр Иванютин из команды «Юность», представляющий Москву. Третье место занял Артём Гурьев, сборная Молдовы. В классе МХ1 – 125 сантиметров кубических. Первое место занял Семён Рыбаков из сборной России. Второе место у Глеба Беспутина из команды «Юность», представляющего город Каменск-Уральский. Третье место занял белорусский спортсмен Кирилл Кодоркин. В открытом классе МХ3 победителем стал Сергей Прытов из сборной России. Второе место у Алексея Орлова из команды «Юность», представляющий Краснодар. На третьем месте Павел Мангушев из сборной Камчатского края номер один. Международные соревнования по мотокроссу доставили море положительных эмоций не только спортсменам, но и зрителям. Среди них были люди разного возраста, многие приходили с семьями. Посмотреть на такое зрелищное мероприятие было интересно всем. «С мотоциклами в детстве очень плачевный опыт был однажды, и поэтому профессиональный, так сказать, или более углубленный я не уходил. А так радею за них, интересно всегда посмотреть, поболеть. И техника, техника впечатляющая. Товарищи занимаются мотоспортом, ну, любительским так катаются. Пришел посмотреть, как это вообще вживую происходит. Я здесь был в мотопарке пару лет назад, но единственное, я катался не на мотоцикле, а на автомобиле. Здесь любительские заезды. И решил заехать, посмотреть, что здесь вообще, как он расстроился, потому что очень много слышал, что хороший парк сделали, и очень впечатлен. Было интересно, что тут происходит впервые. Вот, также на спорт посмотреть. Очень интересно, но порой очень волнуешься за людей. Некоторые падают, конечно, да, страшно. У меня по душе совершенно другие виды спорта, но этот, я к нему отношусь положительно. Эпично, да, эпично. Рёв моторов, хорошая трасса, я вижу прям, много грязи. Это будет по нраву всем. На протяжении всего дня для зрителей было организовано много различных активностей. Концерт, фудкорт, фотозоны, а также игры. Изюминкой культурно-развлекательной программы стало выступление певицы Клавы Коки, которая зажгла на главной сцене мотопарка. Клава Кока исполнила свои лучшие хиты и подарила незабываемые эмоции зрителям. Завершились международные соревнования по мотокроссу Кубок Содружества праздничным салютом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ